Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. И она начинается словами. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему «Авраам, он сказал, вот я». Немножко непонятно, что имеется в виду под искушениями. «И было после сих происшествий» — слово «происшествие» можно тоже понять как искушение. «Бог искушал Авраама и сказал ему». То есть можно сказать так. «И было после сих искушений Бог искушал Авраама и сказал ему». «О чем это может быть?» Есть такой старинный медраж, предание о том, что дьявол, сатана наговаривает на божьих людей. И дьявол, сатана, предстал пред Богом и стал наговаривать на Авраама. Он тебе служит, он тебе предан, потому что ты его сделал самым богатым, самым известным, самым великим. А вот попробуй, испытай его и увидишь. Нечто подобное мы видим в книге Иова, в самом начале, где описывается, что когда пристали пред Господом Сыны Божьи, Бдейлогим, ангелы, пришел и сатана, и стал наговаривать на Иова. И сатана тогда говорил, а что, просто так тебе служит Иов? Ты ему это дал, и это, и это. Поэтому есть такое древнее предание, что дьявол, который клеветник против нас, он пытался вот так беседовать с Богом, с ангелами. Поэтому здесь становится более понятно. И было после сих происшествий, после того, что произошло на небе, «Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Божьи пророки, они очень поспешно реагируют на призыв Бога, там нет неких пауз, они просто говорят сразу, вот я, то есть я готов исполнить все, что ты скажешь, все, что ты повелишь. Но вот здесь Бог начинает говорить с Авраамом, и мы видим некую осторожность со стороны Господа. Господь действительно очень бережно относится к людям. Бог сказал, возьми сына твоего. Бог не сказал, возьми Исаак. Он как бы постепенно подводит его к этой ситуации. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. То есть вот не сразу вот так вот в лицо. Исаака, бери и привези в жертву. Нет. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Здесь речь Господа построена так, что она как бы предполагает некие ответы Авраама, потому что так не говорят. И можно реконструировать ее следующим образом. Бог сказал, возьми сына твоего. Авраам отвечает, Господи, а у меня два сына. Единственного твоего, Авраам отвечает, Господи, да каждый из них по-своему неповторим. Которого ты любишь, Авраам отвечает, я обоих люблю. И Измайл, и Исаак, это мои дети Исаака. Подобный сложный диалог встречается еще в книге Руфь. Там тоже мы догадываемся о том, почему Бог произносит вот такие фразы, которые построены таким образом, что идет уточнение, уточнение, еще уточнение. Но кто-то может спросить, а куда пропала тогда речь Авраама? Здесь важна речь Бога. Человеческая речь должна уступать перед речью Создателя. «Пойди в землю Мария». Что это за земля? Земля Мария. Во второй книге Паральпоминон, третья глава, первый стих, сказано «Строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария». То есть, получается так, что Авраам идет приносить в жертву Исаака в землю Мария, пока он не знает, что на гору Мария. То есть, то самое место под золотым куполом в Иерусалиме, где открытая скала. Там была святая святых, когда построили храм. Мне удалось два раза побывать на том месте. Сейчас уже не пускают туда христиан. Но я видел эту открытую скалу, в сторону которой тогда двигался Авраам. С другой стороны, это место, это как бы благоухающее место, откуда изливается свет познания. Хура! На весь мир. На весь мир. И это название связано с воскурением. Мира. Мор. Мор. Мира. И других трав. То есть, это благоухающее место, земля Мария, благодаря вот горы Мария. Авраам встал рано утром. Опять вот мы видим все такие действия трагические, они происходят рано утром. Оседлал осла своего, взял с собой двоих из отраков, своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Отроками тогда называли людей, которые еще не вступили в семейные отношения. поэтому есть предположение, что эти два отрока, и может быть и 40 лет, и больше, и меньше, это Измайл, сын Авраама, и Элиазер, его слуга. но мы уже читали об изгнании Измайла вместе с матерью, но это не значит, что на каникулы он не мог приезжать к Аврааму. Конечно, мог. И тем более, существует предание о том, что Авраам как минимум дважды ходил к Измайлу, но об этом поговорим позже. Немножко непонятно, зачем Авраам наколол дрова. Вот это непонятно. Он это делает, чтобы сжечь за собой все мосты. Ну, например, он пришел в землю моря, он зашел на гору моря, привел сына, а там дров нет, тогда Авраам скажет Господу, Господи, я все сделал, но тут нет дров. Тут нет никаких дров. И чтобы сжечь за собой все мосты, Авраам наколол дров. То есть его действия, точнее, осмысленные действия, это все было не спонтанно. И встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. На самом деле, от этой стоянки Авраама, где он жил, до того места не так далеко. Он идет три дня. А чему нас может это научить? Что, медлительности восполнения воли Бога? Нет. Три дня указывают на то, что Авраам действует в каждом случае не спонтанно. У него было три дня продумать каждое слово Божие, продумать всю эту ситуацию. А не так, что Бог сказал, пойди там прессе все сожжения. Он раз побежал, канистру из бензина с собой облил и сжег. Нет, конечно, нет. Нет. Три дня он идет. На третий день Авраам возвел очи свои. Кстати, возвести очи – это тоже некий такой эфемизм. Это означает молиться начать. Возвел очи свои и увидел то место издалека. То есть, Бог открывает по молитве это место. И сказал Авраам отрокам своим, имеется в виду Измайлу и Илиазеру, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Здесь мы видим, что Илиазер, слуга Авраама и Измайл остаются с ослом. Осел – это символ упрямства, животных инстинктов, то есть, они не способны возвыситься до того, что будет происходить на горе Мариан. Итак, Авраам произносит слова. «А я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Он говорит как пророк. «И возвратимся», то есть, вдвоем возвратимся. Но как человек он не понимает, как это может произойти. То есть, пророческое слово вырвалось из его уст, но он-то туда идет с намерением привезти в жертву сына. Но пророческое слово вырвалось из его уст. Он же не обманывает этих людей. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе». Исаак, который несет дрова от древа на своих плечах, это икона Иисуса Христа, идущего на Голгофу. «И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал «Отец мой». Он отвечал «Вот я сын мой». Он, то есть Исаак сказал «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Исаак уже начинает догадываться, понимать, но он спрашивает у отца. Авраам сказал «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой». Здесь Авраам пророчествует о Христе. Он как бы говорит «Не ты тот агнец, Бог отец усмотрит себе агнца, то есть сына своего». Авраам в данном случае это образ Бога отца, Исаак это образ Бога сына, и Авраам этими словами пророчествует о Христе. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой. Слово всесожжения не должно нас здесь смущать, потому что это всецелая жертва, то есть которая целиком приносится Богу. Вся жизнь Иисуса Христа от начала до конца это всецелая жертва Богу. И когда Он вознесся на небеса, Он как жертва как бы воскурился в небеса и во всей полноте Он всецелая жертва Богу Отцу за наши грехи и наши преступления. Как апостол Павел пишет, единходатый, единпосредник между Богом и человеками человек Христос Иисус. И после того, как Христос вознесся на небеса и Бога Отца Бог Отец смотрит на мир через раны Своего Сына и видит нас оправданными кровью Агнца. Авраам сказал Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения сын мой и шли далее оба. Вот эта фраза указывает на единодушие. И шли далее оба вместе. И пришли на место о котором сказал ему Бог и устроил там Авраам жертвенник разложил дрова и связав сына своего Исаака положил его на жертвенник поверх дров. Авраам делает все то что обычно делают при принесении жертвы Агнца там Тельца Барана и простер Авраам руку свою и взял нож чтобы заколоть сына своего. Вот здесь мы видим что Авраам связал Исаака и у евреев не принято это событие называть жертвоприношение Исаака. Почему? Потому что Бог запрещает человеческие жертвы в Пятикнижии Моисея. И евреи помня об этом они называют это событие путы Исаака. Авраам его связал этими путами и с такой богобоязненностью они говорят путы Исаака чтобы не приписать Аврааму какое-то человеческое жертвоприношение. Хотя в этот момент Авраам был готов как бы на все. И простер Авраам руку свою и взял нож чтобы заколоть сына своего. Теперь Сатана не сможет клеветать на Авраама наговаривать что он служит Богу за какие-то преимущества за какие-то блага. Если сейчас Авраам заколит Исаака в лице Исаака он заколит весь еврейский народ весь еврейский народ от первого до последнего человека всех своих потомков. но кто же на более высоком духовном уровне в этот момент Авраам ли готовый принести в жертву своего сына или сам сын Исаак который готов стать этой жертвой. И в книге Бытия говорится о том что люди клялись страхом Исаака. Мы это увидим дальше в следующих беседах. А что это за страх Исаака? Что он представляется как что-то священное что им можно клясться? Исаак в этот момент боялся не пут которыми он был связан. Исаак в этот момент боялся ни каменного жертвенного ножа который был занесен над ним. Он боялся не смерти. Исаак боялся хотя бы взглядом или движением ослушаться своего отца. Как Сын Божий во всем покорился воле Отца Небесного. Поэтому Исаак испытал страх и этот страх становится чем-то священным. И борение Иисуса Христа в Гефсимании когда Он молится доминует меня чаши сия. Это священное борение которое преодолевает любой страх в жизни каждого из нас. Это победа Христа над всеми нашими страхами комплексами. И что мы читаем далее нож занесен и простер Авраам руку свою и взял нож чтобы заколоть сына своего но ангел господин вот этим уточнением ангел господин ангел они стремительные показывается как решительно Бог останавливает его ведь нож в любой момент может обрушиться но ангел господин возвал к нему с неба и сказал Авраам Авраам он сказал вот я представляете в такой момент происходит остановка движения ножа с пророческой такой поспешностью Авраам отвечает вот я ангел сказал не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего ибо теперь я знаю это голос Бога через ангела что боишься ты Бога господин как бы говорит ты боишься меня и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня и далее и возвел Авраам очи свои то есть он молится как я могу исполнить этот обед если ты меня останавливаешь если ты говоришь ничего не делай этому отрока и возвел Авраам очи свои и увидел вот позади овен запутавшийся в чаше рогами своими Авраам пошел взял овна и принес его всесожжение вместо сына своего получается что возвел очи начал молиться здесь же не сказано развернулся и посмотрел в кусты и возвел Авраам очи свои а потом и увидел и вот позади то есть Авраам разворачивается овен запутавшийся в чаще рогами своими скорее всего Авраам сначала услышал как овен который запутался рогами хотел выбраться из кустов он приносит его в жертву и нарек Авраам имя месту тому иегова ире посему и ныне говорится на горе иеговы усмотрится что значит на горе иеговы усмотрится это же место где будет храм люди там будут молиться и Господь увидит их Господь услышит их Господь вспомнит о них и вторично возвал к Аврааму ангел Господин с неба и сказал здесь опять прямая речь Бога мною клянусь говорит Господь что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного твоего то я благословлю благословляющих тебя и умножая умножу семя твое как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя твое городами врагов твоих казалось бы здесь излишнее уточнение умножая умножу умножу немножко как бы не очень понятно но это может быть такое свидетельство о двойственности потомков Авраама как звезды как песок тоже двойственность возможно здесь имеется ввиду потомки по плоти которые действительно будут попираемы как песок и духовное потомство которое в духовном космосе сияет как звезды и благословятся всеми не твоем все народы земли а это о чем это о Христе который придет в этот мир как потомок Авраама и он принесет благословение всем и благословятся всеми не твоем всеми это не потомки когда говорится о семени то говорится как бы об одном то есть о Христе и благословятся всеми не твоем все народы земли за то что ты послушался глаза моего когда Авраам приносил жертву Исаака он был образом Бога Отца потому что если бы он принес жертву Исаака он принес бы в жертву и сына Божия и Иисуса Христа который потомок не только Авраама но Исаака и Якова и так далее за то что ты послушался гласа моего Господь особым образом благословляет его и возвратился Авраам к отракам своим тем которым он уже сказал мы пойдем и вернемся и встали и пошли вместе в Версавию и жил Авраам в Версавии после сих происшествий Аврааму возвестили и сказали вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов после сих происшествий а это о чем если жизнь Исаака была на грани то Авраам уже задумался о том что у Исаака должны быть дети надо семью создать Исааку и он наверное молился об этом и как ответ на эти молитвы после сих происшествий Авраам возвестили возможно ангела возвестили ангела называется Малахим то есть вестники возвестили сказав вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов Уца первенца его Вуза брата всему Кемуила отца Арамова Кеседа Хазо Пелдаша Идлафа и Вавуила от Вавуила родилась Ревека в восьмерых стих родила Милка Нахору брату Авраамову и наложница его именем Реума также родила Теваха Гахама и Тахаша и Маху Итак мы сегодня прочитали 22 главу книги Бытия это очень важная глава потому что мы видим здесь слова Бога который сказал что он усмотрит Агнца и давайте вспомним когда Иоанн Креститель увидел на Иордане впервые Иисуса Христа он наверное вспомнил именно эту главу и указав перстом на Христа сказал вот Агнец Божий который берет на себя грехи мира иными словами Иоанн Креститель как бы сказал вот Агнец Божий которого усмотрел Яхве Бог Отец и который берет на себя грехи всего мира поистине Ветхий Завет это икона событий Нового Завета это тень которая указывает на тело это образ который указывает на первообраз Спаси Христос Редактор субтитров